Бесконечные пары, зачеты, экзамены позади. После долгожданного завершения зимней сессии студенты отвлекаются от учебы, чтобы насладиться свободой и весело отметить свой главный праздник. Такой праздник юности, праздник какого-то движа, такого интересного, потому что жизнь, она только начинается, в жизни предстоит много всяких интересных моментов. Но, конечно, студенческая парада самая лучшая, самая запоминающаяся, и она напитана каким-то особым теплом. Это очень интересно. В нашем колледже недавно прошел концерт, посвященный Дню студента в стиле 90-х. Учителя нам устроили развлекательную программу, станцевали для нас, сделали в виде подарка танец. В кинотеатре «Искра» для виновников торжества была подготовлена большая развлекательная программа. Все желающие могли поучаствовать в квестах, интеллектуальных и настольных играх и даже посоревноваться в турнире по армрестлингу. От всей души поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю вам всем удачи в учебе, прекрасных достижений в учебе и хорошего настроения. Самым активным студентам были вручены благодарственные письма за участие в волонтерских программах на территории округа. Волонтерская программа выстроена настолько грамотно, что мы с каждым годом получаем, пусть и небольшой, но прирост молодежи. То есть если мы сравним 22-й год с 23-м, в 23-м был достаточный прирост молодежи. И самое интересное, что начало года, а у нас уже растут люди, которые вступают в волонтерские отряды, в российское движение, движение первых. Соответственно, я думаю, что к концу года мы выйдем еще на более высокий показатель. Среди награжденных «Тигран» Мирзаджанян учится на третьем курсе колледжа «Московия» по специальности сервис на воздушном транспорте. Молодой человек успешно совмещают учебу и общественную деятельность. Мне эта профессия понравилась с детства, и я захотел учиться в нашем колледже. И вот третий курс уже заканчивал в этом году. Работаю уже в аэропорту. В дальнейшем посмотрим, что получится. Мария Пономаренко пока только со стороны наблюдает за студенческой жизнью. Десятиклассница участвовала в организации праздника. Признается, что с будущей профессией, как и с выбором высшего учебного заведения, еще не определилась. Ну, пока что вообще не знаю, куда поступать. Мысли никаких. Очень хочется на разные направления попробовать. То юрист, то следователь, то врач и так далее. Главной частью мероприятия стала, конечно же, дискотека. Музыка звучала в кинотеатре «Искра» почти до вечера. Для студентов сейчас самое время танцевать и веселиться. А зачетку пока можно отложить подальше. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.